Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Дело в том, что кто-то выиграет, кто-то проиграет. Если не будут поставлять европейские автомобили, ну, китайцы захватят рынок, значит, так же, как с пандемией, с 2014 годом, с кризисами. Итоговые результаты в моменте оценить очень сложно. О проблемах с поставками иностранных товаров уже сообщает Кировский бизнес. Владельцы баров получили предупреждение от поставщиков иностранного алкоголя о прекращении поставок, написал в своем телеграм-канале гендиректор группы компаний «Инмедиа» Роман Данилин. Программа Экономика. За подкуп в 3 миллиона топ-менеджера Кировской компании штрафовали на 4,5 миллиона. Приговор по делу о коммерческом подкупе в крупном размере вынес Октябрьский районный суд города Кирова. По данным прокуратуры Кировской области, бывший работник промышленного предприятия получил более 3 миллионов рублей за заключение с поставщиком договора без проведения конкурсных процедур. За это ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением управленческих функций, на два года. После вступления приговора в силу суд постановил взыскать деньги из экс-сотрудника предприятия. Те 3 миллиона получены в качестве подкупа. Мужчина обжаловал решение, но оно было оставлено в законной силе. О долгах по налогам Кировчан уведомят по СМС и имейл. Налоговые органы имеют возможность в раз в квартал это делать. Чтобы получать уведомление, нужно подать согласие на такое информирование в письменной форме. О долгах могут сообщать как физическим, так и юридическим лицам. Представить согласие можно в электронной форме через личный кабинет на сайте ФНС, а также лично в бумажном виде. На 1 февраля этого года совокупная задолженность по налогам и сборам у физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Кировской области, по данным Кировского управления налоговой службы, превысила 8 миллиардов 200 миллионов рублей. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.